Это видео спонсируется SkillShare. Первые тысячи человек, которые перейдут по ссылке в описании, получат бесплатную пробную версию SkillShare Premium. Итак, это начало 2021 года, и благодаря затишью и новым релизам, мне была предоставлена редкая возможность заняться некоторыми из моих клубов Steam. Сотни игр на выбор, каждая из которых предлагает уникальный выход из шквала новых названий в конце прошлого года, а также просто вызывающий беспокойство о ток жизни. И из всех этих игр по какой-то причине, я решаю наконец сесть и полностью завершить 2012's Dessunet, игру о городе, разоренном чумой. Это также о некоторых других вещах, саботировании планов тех, кто тебя подставил, установке цитаты, законного правителя и всего такого. Но прежде всего, это игра о ярком свете, и вспышка освещает грубую несправедливость социальной иерархии, таким образом, что несмотря на явно преувеличенную обстановку игры и то, как на самом деле произошла эта чума. Улицы Денуола все еще умудряются чувствовать себя довольно сырыми прямо сейчас. Действительно, в атмосфере Dessunet есть что-то такое, что для меня выходит за рамки большинства других игр о том, как общество рушится под тяжестью какой-то вспышки. Во всем этом есть жуткая тишина, сделанная настолько убедительной благодаря размытой цветовой палитре игры, подчеркивающей, насколько пусты улицы в этом городе и противостоящей более дерзкой свободе, предоставляемой вам благодаря ее действию. Это действие по-прежнему является абсолютным взрывом, чтобы быть ясным, но мир, в котором оно происходит, окутан этой смесью парализующего страха и измученной покорности, которую я не знаю о тебе, стал слишком знакомым за последний год. Это свидетельство того, насколько хорошо устроен этот мир, очевидно, отбросив в сторону явно более угрожающий тон его вывесок. Я узнаю кое-что в нашей нынешней ситуации в том, как граждан предупреждают о том, чтобы они обращали внимание на признаки болезни, и сообщают о разговорах о блокировках, о том, что нам всем нужно идти на жертвы ради общего блага. Прямо сейчас есть кое-что, что по крайней мере предотвращает последствия крысиной чумы, о которой многие из тех, кто больше всего в ней нуждается, беспокоятся, что у них не будет доступа. И я думаю, что это ключ к тому, почему, несмотря на то, что я действительно хорошо провел время с этим в целом, десант навис надо мной. Это как призрак, от которого я не могу избавиться. Трудно не заметить, что Денол находится более или менее в той же точке своего кризиса, что и мы. И я знаю, что это звучит драматично, но потерпи меня здесь. Это не первые дни вспышки, когда люди паникуют, пытаясь убежать или просто понять, что происходит. И это не по-настоящему постапокалиптический сценарий, собирающий осколки спустя много лет после свершившегося факта. Это очень похоже на мир, находящийся в эпицентре социальной катастрофы. Когда ты делаешь перерыв в беге по крышам, чтобы исследовать грязные улицы внизу, ты видишь, что чума все еще продолжается. Единственная причина, по которой так много людей, с которыми ты сталкиваешься, кажутся такими беспечными по поводу этой все еще очень распространенной болезни, пока она не окажется прямо у их порога. Это потому, что их внимание обязательно было сосредоточено на чем-то другом. Им все еще нужно выживать, зарабатывать как можно меньше денег. Все потому, что правящие классы так бездушно бросили их на съедение волкам или крысам. Те же самые люди, которые все еще способны предаваться всевозможным развратам и бездушной спекуляции, казалось бы, без последствий посреди разрушающегося города. И именно эта сторона Десана действительно запала мне в душу. Что интересно, потому что потенциально это на самом деле довольно далеко от основного игрового процесса. На самом деле, в соответствии с его иммерсивной родословной Симов, многое из этого мира передается с помощью аудиозаписей и записей в дневнике, набросанных заметок, рассказов об окружающей среде и подслушанных разговоров. Все, что ты можешь пробить насквозь, когда мчишься по крышам и выясняешь, каким способом лучше всего уничтожить свою ничего не подозревающую добычу. Теоретически общество Денуола существует в твоем периферийном зрении, если ты не остановишься, чтобы посмотреть на него. Ты не можешь добраться до хорошо охраняемых крепостей, особняков и клубов, в которых находятся твои цели из высшего общества, не пройдя по улицам, каким бы способом ты туда не добрался. Но остановись и посмотри. Я сделал это не просто для того, чтобы найти множество альтернативных путей, по которым могут пройти квесты, если ты поговоришь с нужным человеком и найдешь какие-то другие способы уничтожения своих целей. Но потому что это построение мира в конечном итоге кардинально повлияло на то, как я рассматривал свой собственный игровой процесс и интерпретировал игру в целом. Рисуя картину мира, многочисленные гигантские проблемы которого категорически не будут решены главным героем Карвалом, выполняющим возложенную на него задачу, несмотря на то, что ему поручено проникнуть и уничтожить самых влиятельных членов этого общества. По большому счету, очень мало из того, что ты делаешь в Десанат, на самом деле имеет значение. Например, ты идешь на Бал Маскарад, где заранее тебя просят передать письмо одному из участников от члена твоей собственной команды. Я никогда не знаю его содержимого. Я просто отдаю его незнакомцу в маске, после чего он называет его отправитель, трусливым трусом и ведет меня в частную зону. Он говорит мне взять пистолет, и мы стреляем. Я стою над его загадкой без трупа на самой вечеринке, запечатлевая эту восхитительную чувствительность киллера, когда он прячется на виду у богатых и влиятельных. Мужчина противостоит мне, предлагая несмертельное средство для выполнения моей миссии, думая, что его намерения чисты, и ради цели я веду ее в указанное место, не вызывая подозрений, удовлетворяющий вызов, и сажаю ее на лодку мужчины, где все принимает очень короткий, но удивительно зловещий оборот. А потом он уплывает, чтобы его больше никогда не видели. Игра и мои товарищи поздравляют меня. Ну, я задаюсь вопросом, может быть, было бы милосерднее просто убрать ее старомодным способом? Например, красота этой игры, какой бы мрачной она ни была, ее отношение к этим массовым событиям совершенно обыденное, заставляя меня сомневаться, действительно ли я делаю что-то положительное для Дануола вообще. Вопреки тому, что твое начальство говорило тебе о том, что ты герой, в котором нуждается город, здесь просто что-то происходит. Твое игровое время больше похоже на серию разрозненных мелочей, чем на грандиозную миссию с единственной целью. И все это подводит итог для меня в моменты, когда спойлеры, я думаю, вы действительно преследуете вдохновителя всего этого, Хайрама Бироуза. Теперь, конечно, это должен быть очень важный момент. Это то, что все на базе говорили тебе. Вот человек, ответственный за то, что подставил тебя за то, что ты так уничтожил этот город. Все это результат провалившегося плана по созданию эры изобилия путем искоренения тех, кто живет в нищете. И добравшись туда, ты обнаруживаешь, что он не сильнее кого-либо другого. Ты лишил его бдительности, только немного более интенсивной. Его смерть была такой же бесцеремонной и в конечном счете бессмысленной, как и у любого из его свиты. Я двигался за ним, как будто до этого момента у меня было так много других врагов. Сбил его с ног, бросил его тело на кровать, где, как я знал, довольно тупоголовый и не сможет его найти. И ударил его своим клинком, выскочив из здания с той же легкостью, с которой я вошел. Он просто еще одна мишень. И если ты играл в эту игру раньше, ты знаешь, что проблемы Дануола далеки от завершения, сказал, что проблемы не будут решены путем возведения на трон маленького ребенка, который не хочет быть там, имея убийцу в бегах. Уничтож коррумпированный правящий класс, чтобы заменить его другими членами правящего класса. И как ты начинаешь понимать, у каждого в этом мире есть свои собственные мотивы, помимо высшего блага, которому они якобы служат. Все это политические игры, происходящие за счет граждан. Эти люди должны помогать, оставленные умирать ужасной смертью, пока ваши соратники хлопают друг друга по спине за совершенно бессмысленную работу. Молодец. Поздравляю. Я думаю, голосование прошло так, как хотел адмирал, и трупы все еще свалены поверх других трупов. Я, как и большинство из вас, полагаю, в наши дни почти не выхожу из дома. Плотное население района, в котором я нахожусь, означает, что бросок костей, связанный с простой прогулкой, не является незначительным. Я все равно тревожный человек, поэтому трудно не заметить массивные многоэтажки и финансовые небоскребы некогда оживленного городского пейзажа, которые немного приближаются к вам, когда вы пытаетесь предугадать, кто или сколько людей может быть рядом за следующим углом. Они будут в масках. Все это. Я ловлю себя на том, что смотрю на многоквартирные дома и думаю, интересно, у скольких людей там это есть или было. И, скорее всего, учитывая цифры, это не так. Это мрачно. Но я не могу не задаться вопросом, сколько из них погибло. Я вспоминаю, что зрелище массовых захоронений жертв чего-то подобного, это то, чего я никогда не думал, что увижу в своей жизни. Но вот мы и здесь. И это больно. Я волнуюсь. И в то же время я вижу, что у лидеров есть большой старый круговой рывок за малейшие попытки устранить беспорядок, который они сами создали. За годы резкое недофинансирование медицинских услуг и предоставление безумно выгодных контрактов своим неуклюжим богатым приятелям. Требуя, чтобы мурлыки выразили благодарность за те крохи поддержки, которые им были брошены и которые могут быть отняты в любую минуту. Все это время их средства к существованию и психическое здоровье были уничтожены. В 2012 году погибло несколько миллионов людей, парализующий страх смешался с усталой покорностью судьбе. Аркан никак не мог предвидеть, что все закончится так, как они сделали тогда. Мне, вероятно, было бы легко прочитать эту игру как довольно хорошо рассказанную историю о месте в хорошо устоявшейся обстановке. Это могло быть вызвано любым катаклизмом, и у вас, скорее всего, все еще были бы спекулянты, преследующие и празднующие в значительной степени бессмысленные изменения в иерархии власти и оставляющие бедных на произвол судьбы и умирающие в процессе. Цель этой игры явно не состояла в том, чтобы проиллюстрировать средства, с помощью которых человечество могло бы выжить и победить настоящую вспышку. Аркейн просто случайно использовал чуму в качестве линзы, через которую можно исследовать эти более глубокие социальные проблемы. Имея это в виду, трудно найти много надежды, играя в Десанат в 2021 году, в то время, когда все, чего мы хотим, это освободиться от болезней и отчаяния. Но то, что он предлагает, это все еще чрезвычайно приятный набор механик, с помощью которых можно перемещаться по этой игровой площадке, где хотя бы на несколько коротких часов вы можете воспарить над всем этим. Мимолетный миг существования вне тисков, несправедливой иерархии, вселяющий страх в тех, кто наверху, что они так последовательно навязывают тем, кто ниже их. И если в 2021 году можно найти более актуальную и очищающую фантазию о силе, я не знаю, что это такое. Все это было немного мрачно. Давай перейдем к чему-то позитивному, сделав следующий шаг в твоем творческом путешествии, как миллионы других, уже с сегодняшним спонсором SkillShare. SkillShare — это онлайн обучающее сообщество для творческих и любознательных людей. Изучай новые навыки, углубляй существующие увлечения и погружайся в творчество. С вдохновляющими онлайн-классами SkillShare по таким темам, как иллюстрация, фотография, видеодизайн и многое другое, сейчас ваш список дел немного ошеломляет. Почему бы не попробовать мастер-класс Томаса Франка по продуктивности? Создай собственную систему, которая работает. Это удивительно доступный класс, в котором особое внимание уделяется внесению небольших изменений, которые окажут большое влияние на вашу рутину, чтобы вы не собирались делать. Более того, SkillShare предлагает занятия, разработанные для реальной жизни, и все обстоятельства, связанные с этими уроками, могут помочь вам оставаться вдохновленными, выражать себя и знакомить вас с миллионным сообществом. И все это менее чем за 10 долларов в месяц с годовой подпиской. И поскольку SkillShare спонсирует это видео, первые тысячи человек, которые перейдут по моей ссылке в описании, получат бесплатную пробную версию SkillShare Premium. Так что нет никакого риска проверить это самому, и ты действительно поможешь каналу в этом процессе. Спасибо SkillShare за спонсорство этого видео, и я надеюсь, что вам всем понравилась эта статья о Dessant. Я хотел бы поблагодарить своих здешних покровителей. Излияние поддержки после моего видео «Игра года» было ничем иным, как унижением, и обещания Patreon, в частности, оказали более сильное влияние, чем вы думаете, на мою способность продолжать шоу. Я еще не смог ответить на каждое сообщение, но, пожалуйста, знай, что я их прочитал, и они действительно много значили для меня. Большое вам всем спасибо, и спасибо тем, кто тоже проверил написанное на GMSCast. Ссылка в описании. Если тебе понравилось какое-либо из видео, которые я опубликовал, и ты хочешь помочь каналу продолжить, чтобы я мог продолжать делать больше, ты можешь напрямую помочь, а также получить такие вещи, как ранний доступ для добавления бесплатных загрузок в видео, отправившись на Patreon.com, написав об играх и пообещав только то, что тебе удобно. Я бесконечно благодарен тебе за поддержку, в какой бы форме она ни принималась. Особая благодарность Марку Би, Артуку, Николасу Вову, Капитану Кузбергу, Извини, Лео, Генри, Милек, Брайс Снайдер, Лукас, Дэвид Берг, Винтер, Тимоти Джонс, Тебе Мюрей, Безымянный парень, Томми Карвер, Чаплин, Доктор Осколок Мотоцикла, Огненный Роб, и о нем информация, Джесси Райан, Спайк Джонс, Даллас Кин, Чарли Кимбол и Чарли Я. И с этим это был еще один эпизод написания статей об играх. Большое тебе спасибо за просмотр. Будь в безопасности, и я увижу вас всех в следующий раз.